Всем привет! В этом видео поговорим о функциях и настройках ТИК-аппарата. Видео будет полезно для тех, кто только знакомится с ТИК-сваркой, а также для тех, кто выбирает первый ТИК-аппарат, чтобы понимать, какие функции вам нужны, а без каких можно и обойтись. Для начала разберемся с циклограммой, а потом поговорим о настройках сварки переменным током, пульс-режимах и других функциях. Все основные настройки сварочного аппарата расположены на циклограмме. У разных аппаратов она может выглядеть немного по-разному, но суть от этого не меняется. У аппаратов с аналоговым управлением настройки происходят по сути по той же циклограмме, просто она не обозначена явным образом, а за настройку каждого параметра отвечает отдельный энкодер. Первый пункт на циклограмме – это продувка перед сваркой или предгаз. Эта функция отвечает за заполнение газового тракта газом перед сваркой. Собственно, чтобы сварка начиналась под газовой защитой, а не в воздушной среде. Для 4-метровой горелки вполне достаточно 1 секунда. На некоторых аппаратах этот параметр не настраивается, но предгаз всё равно работает. По умолчанию таких аппаратов время предварительной продувки – полсекунды или секунды, чего вполне достаточно для 4-метровой горелки, но может быть недостаточно для горелок с более длинными рукавами. Следующие параметры можно объединить. Это стартовый ток и время подъёма тока до рабочего. Используется для плавного нарастания силы тока, чтобы избежать разрушения электрода во время начала сварки. Для этих целей можно выставить стартовый ток в размере 20-30% от рабочего, а время нарастания – 1-2 секунды. Далее идёт настройка основного тока или рабочего тока. Рабочий ток настраивается в зависимости от сваримого материала, от толщины изделия и вида сварного соединения. Если говорить усреднённо, то для чёрной стали и алюминия сила тока выставляется за расчёты 30-40 А на миллиметров толщины изделия при стыковом соединении. А на тавровых и угловых соединениях увеличиваем силу тока процентов на 10-20. Далее идёт часть циклограмма, отвечающая за пульс режима, но об этом поговорим попозже. Затем идёт время спада тока и ток финиша. Совместно используется для плавного завершения сварки и заварки кратера. Финишный ток выставляется в размере 10-20% от рабочего, а время спада 2-3 секунды. Завершается циклограмму продувка после сварки или постгаз. Эта функция используется для того, чтобы сварочные ванны и электроды вставали не на открытом воздухе, а в среде защитного газа. Обычно устанавливается время 5-7 секунд, а на нержавеющей стали побольше, то есть от 10 секунд. Электрод после сварки должен оставаться серебристо-блестящим. Если электрод становится у вас тёмным, добавьте время продувки. Также есть аппараты с более расширенными настройками поджига, уровней стартов и финишных токов. Если вдруг у вас аппарат с расширенными функциями и вы не смогли с ним разобраться, пишите в комментариях. Подскажу, что к чему. Переходим к настройке пульс-режима. Основное назначение пульс-режимов – это лучший контроль за тепловлажением при сварке. Также при использовании низкочастотного пульса проще получить красивую равномерную чешую. Основные настройки пульса – это частота импульсной сварки, силы пикового тока. В некоторых аппаратах с упрощённой циклограммой пункт, отвечающий за рабочий ток, становится настройкой пикового тока. Далее идут доли пикового тока по времени и сила базового тока. Также есть аппараты, где настраивается не частота и доля по времени, а отдельное время пикового и базового токов. К примеру, российские производители очень любят именно такую схему. Для пробы могу предложить вот такой режим. Он одинаково хорошо показывается на всех материалах. Частота пульса 1 Гц, доля пикового тока 33%, сила базового тока 33% от пика. Сила пикового тока настраивается опытным путём, исходя из задачи. Вот так будет выглядеть сварка в режиме пульса с озвученными до этого настройками. Практически все современные ТК аппараты имеют достаточно широкие возможности по настройке пульса. Но если вы собираетесь много работать с нержавейкой, то обратите внимание, чтобы была возможность выставить доли пикового тока меньше 10-15%. Нержавейка любит пульс режима с коротким, но мощным пиком. Также может оказаться полезным высокочастотный пульс. Переходим к настройке сварки переменным током. Основные настройки переменного тока – это баланс, частота переменного тока и форма волны переменного тока. Баланс переменного тока – это, по сути, соотношение доли отрицательных и положительных полуволн по времени. Отрицательная полуволна отвечает за проплавление, а положительная – за очистку алюминия от оксидной плёнки. Оптимальное значение баланса – 30-40% времени положительной полуволны, то есть 30-40% времени очистки. При этих значениях мы получим хорошее проплавление и при этом достаточный эффект очистки. Баланс у разных аппаратов настраивается в разных единицах. У каких-то вполне понятных процентов времени очистки. А у других каких-то своих условных единицах. Или наоборот, настраивается доля отрицательной полуволны. Собственно, даже в этом случае правильно настроить баланс достаточно просто. Опытным путём подбирается значение, при котором зона очистки чуть шире шва. При ремонтной сварке для лучшей очистки материала значение баланса можно ввести немножко в плюс. Главное, в крайности не вдаваться, а то на выходе не получите хорошего результата. Также у некоторых аппаратов баланс дополнительно регулируется по силе тока. Эта функция может называться токовым балансом или амплитудой переменного тока. Но встречается эта функция крайне редко. По сути, нужна для более тонкой настройки баланса. Следующий параметр – частота переменного тока. Чем выше частота, тем более собрана и стабильная дуга. Также при высокой частоте переменного тока немного уменьшается тепловложение. Чем ниже частота, тем дуга более размазанная и мягкая. Собственно, при сварке тонкого алюминия лучше использовать высокую частоту, а при ремонтной сварке – низкую. Усреднённые оптимальные значения в диапазоне от 80 до 120 Гц. Соответственно, при ремонтной сварке можно использовать более низкие значения, а при сварке тонкого алюминия – более высокие. На аппаратах с нерегулируемой частотой она, как правило, составляет 60 Гц. Форма волны переменного тока. Основные формы волны переменного тока это прямоугольник, синус и треугольник. Прямоугольник даёт максимальное теплоотложение, но при этом самая жёсткая форма волны. Синус даёт более мягкую волну, хорошо сочетается в ремонтной сварке с низкой частотой переменного тока. А треугольник хорошо себя показывает на сварке тонкого алюминия. На инверторных аппаратах, где форма волны не настраивается, по умолчанию зашита прямоугольная форма волны. В принципе, даже на аппаратах без дополнительных настроек параметров переменного тока вполне можно полноценно работать, но дополнительные настройки добавляют комфорта работе и расширяют возможности аппарата. Ещё один интересный режим, который встречается уже достаточно часто, это спот или точка. Позволяет вести точечную сварку. Полезен, к примеру, если нужно поставить много прихваток. Едем дальше. Двухтактные и четырёхтактные режимы управления горелкой. Двухтактный режим – это кнопка нажимается, сварка начинается, кнопка отпускается, сварка завершается. Четырёхтактный режим – кнопка нажимается, отпускается, сварка идёт, кнопка нажимается и отпускается повторно, сварка завершается. Четырёхтактные режимы в основном используются для длинных швов. Также существуют разновидности режимов управления, позволяющих варьировать силу тока при сварке или выполнять другие задачи У китайцев такие режимы встречаются достаточно редко, а вот у европейских аппаратов часто Ну и в заключение, высокочастотный HF поджиг и лифт поджиг Высокочастотный поджиг бесконтактный, удобный в использовании, позволяет сохранить электрод при поджиге и избежать включения вольфрама в сварочный шов HF поджиг всем хорош, но у него есть один существенный минус Он генерирует мощный электрический импульс, способный повредить чувствительную электронику Собственно для ситуации, где применение высокочастотного поджига нежелательно, производители сварочных аппаратов добавляют функцию лифт поджига Работает так, подносим электрод в сваримое место, нажимаем на кнопку на горелке, плавно отрываем электрод от деталей и дугаж зажигается Про основные функции я рассказал, но в современных сварочных аппаратах, конечно, встречаются и другие функции Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте в комментариях Если видео понравилось, ставьте палец вверх Если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь Спасибо за просмотр!